Губернатор Югры продолжает серию поездок по муниципалитетам округа. Сегодня Наталья Комарова работает на востоке Югры. Так, в Нижневартовске губернатор проверит ремонт дорог и примет участие в открытии детской поликлиники. В эти минуты глава района встречается с погорельцами. Напомню, в этом году в столице Самотлора произошло два крупных пожара в жилых пятиэтажках. В обоих случаях горели крыши. На встрече с пострадавшими работает наша съемочная группа. Передаю слово Алексею Шабанову, нашему корреспонденту в Нижневартовске. Здравствуйте, Илья. Да, действительно, вот сейчас, в эти минуты губернатор Югры Наталья Комарова встречается с жителями домов, которые в этом году в Нижневартовске пострадали от пожара. Напомню, что два пожара в многоквартирных домах случились первые 13 февраля. Тогда пострадал дом номер 49 по улице Чапаева, это пятиэтажка. А второй пожар совсем недавно, 1 июля, также в пятиэтажке по улице Спортивная 5А. И если первый пожар, не сказать, чтобы был серьезный, но там квартиры просто были залиты огнем, и всего шесть нуждаются в серьезном восстановлении, то спортивный пожар был куда более серьезный. Там несколько квартир на верхних этажах просто выгорели. Ну и вот сейчас в очередной раз представители окружной власти встречаются с людьми, которые живут в этих домах, отвечают на их вопросы, консультируют, оказывают поддержку. Но надо сказать, что такая поддержка оказывалась с самых первых дней после происшествия. И тогда людям помогали не только словом, но и делом. Оказывали материальную поддержку, как из муниципального, так и из окружного бюджета. Также юридические консультации, ну и всяческого рода сопровождение. Там им помогали собирать документы, чтобы получить субсидии, ну и прочее. Большая проблема заключается в том, что многие квартиры, которые пострадали в этих двух домах, они, конечно же, не были застрахованы. И сейчас люди остались с большими проблемами. Там, где квартиры сгорели, там приходится пользоваться пока жильем из манерного фонда, которое людям в Нижневартовске было предоставлено. Ну и по мере того, как ситуация развивается, а недавно, например, была обнародована причина пожара на спортивной пятя, у жителей, конечно же, появляются новые вопросы. Ну и вот на такие вопросы, собственно, представители власти отвечают. Сегодня с погорельцами, такое неприятное слово, но это так, общается Наталья Комарова. Встреча только сейчас, буквально несколько минут назад началась, и пока подробности неизвестны, но я думаю, что мы о них обязательно расскажем в следующих выпусках новостей. Илья. Спасибо, Алексей. Напомню, наша съемочная группа сопровождает губернатора Югры в поездке по восточным муниципалитетам. Субтитры создавал DimaTorzok